Павел Матисов Вечный данж Книга четвёртая Глава первая Наши постельные забавы с тёмной эльфийкой продолжались ещё довольно долго. Танша показывала чудеса выносливости, если проводить сравнение с её светлой коллегой. Её бесподобное тело, высокая упругая грудь, стройные подкачанные ноги и аппетитная задница, её экзотическая внешность в целом вряд ли могли кого-то оставить равнодушным. Особенно пришельца из иного мира, который никогда не видел раньше представителей расы тёмных эльфов. Реноспир предпочитала брать инициативу в свои руки, что я ей позволял делать не так часто. Конечно, отношения в постели далеко не всегда затем переносятся на отношения в обычной жизни, но остановиться в подчинённое положение с тремя бабами рядом мне определённо было нельзя. Так что я постарался показать себя во всей красе, доведя тёмную до изнеможения. Хоть и сам подустал изрядно. «Ну всё, герой-любовник», — протянула Танша томно, отстраняясь. «Дай мне отдохнуть. Если ты вдруг действительно ещё не удовлетворён, можешь сходить отодрать светлую. Я ничего против не имею». Возможно, она действительно устала. Всё-таки тёмных эльфов, по слухам, так же нельзя было сравнить с людьми в постели. А быть может, Танша её женская мудрость подсказала, что стоит отступить, отдав негласную победу в поединке мне. Реноспир спрятала своё роскошное тело под простынёй. Я же оделся и вышел наружу. Время перевалило за полдень, так что развлекались мы прилично. Карамелька сидела на поваленном бревне у костра, выстругивая что-то из ветки. Она обернулась, услышав, что я выхожу из шатра, и смерила меня холодным, нечитаемым взглядом. Я почесал голову, не слишком понимая, что в такой ситуации следует говорить. Всё же ранее с двумя девчонками сразу мне мутить не приходилось. А зная характер кары, наверняка в будущем меня ожидают разные сложности. — Как шантри? — Ещё спит, — обронила эльфийка. — Понятно. — Ладно, по крайней мере не обзывается, уже хорошо. Думаю, сейчас лучше к ней не лезть, подождать, пока светлое остынет, примириться с новым положением вещей. А там уж и попробовать наладить отношения. Хоть у меня есть шантри с таншей, но забывать про своё ушастое чудо я не собирался. Они все мне нравятся, пускай и по-разному. — Полагаю, вы нашли стёмный общий язык, — процедила она. — Вроде того. Я присел у костра, наслаждаясь пляшущими язычками пламени и не желая устраивать ссору. — Ты узнал, почему она вернулась? — Чтобы отомстить мне за смерть своей подруги-наёмницы, которую мы прикончили пару месяцев назад. — И? Ты собираешься оставить её в нашей группе? — Собираюсь. — Эд, не в обиду будет сказано, у тебя с головой всё в порядке? — Не, — усмехнулся я. — Иначе я бы и тебя принимать обратно в пати не стал. — В отличие от тёмной, я не хотела тебя убить. По крайней мере, в тот момент. Стушевалась она. — То есть, раньше хотела? — хмыкнул я. — Но в итоге чувства ко мне победили расовую неприязнь. — Добро в тебе победило зло после прохождения целительной сексотерапии. Думаю, и Танша изменится к лучшему, станет нашей надёжной союзницей и поможет нам найти своё место под этим фальшивым солнцем. — Эльфийка прикрыла глаза рукой. — Иногда я совершенно не понимаю, каким образом ты приходишь к таким нелепым выводам. — Кара выглядела скучающе, не зная, чем себя занять. — Бездельничаешь, я погляжу. — Кто бы говорил! Я выложил перед ней железные слитки, тигель с топливом и инструменты для починки. — Займись своей бронёй и мечом. Думаю, лучше тебе самой за ней следить. — А ты чем собираешься себя занять? — Как лидер боевого гарема я вообще не должен ничего делать. Развалился я в густой траве. — Но придётся мне снова восстанавливать своё целомудрие. Заодно и тебя развлеку бесплатным концертом. Карамелька фыркнула, но взялась за починку своей брони. В прошлый раз она внимательно наблюдала за моими действиями, да и сама Чай не совсем идиотка, смогла разобраться. Однако ж я ожидал от неё большего возмущения своими развязными действиями. Но кроме животного, ранее, от неё ничего более не последовало. Уж не заболела ли наша отрядная цундера случаем? Настроение у меня было отличное, так что пальцы сами выбивали нужный ритм. Ничего на свете лучше нету, чем бродить с гаремом по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, девки все смелые и длинноноги. Наш девиз подвиньтесь стопы, наша радость девичьи же попы. Наши статы прослывут им бою, наше счастье жить такой судьбою. Мы своё призвание не забудем, фармить эксп и выносить мозг людям. Нам с квестов награды и доходы не заменят никогда свободы. Мой единственный слушатель почему-то остался не в особом восторге от песни. Исполнение подкачало, вероятнее всего. Видимо, из-за шума проснулась шантри. Гномка выползла из палатки, потирая глаза. «Эд, мне же не приснилось?» Девчонка бросилась ко мне и плюхнулась рядом на землю, после чего поморщилась, а спустя миг и покраснела, прислушавшись к своим ощущениям. «Кажется, не приснилось. Ты в порядке?» — уточнила эльфийка. «Да. Немного побаливает, но всё хорошо». «Если что не так, не держи в себе. Ведь главное, чтобы обоим было комфортно». «Говорю же, всё хорошо». «Спасибо». Сияющая шантри чмокнула меня в щеку, затем обернулась к каре с торжествующим видом. «Эд признался, что любит меня». «Этот кобель скажет что угодно, лишь бы залезть под юбку». «Неправда. Ведь это я постоянно его донимала, а не наоборот. Ты просто завидуешь». «Было бы чему». «Вот видишь, Эд, толстоухие нам теперь не нужны. Я сама могу о тебе позаботиться». «Эм...» — протянул я. «Не хочу тебя огорчать, Шана», — язвительно молвила кара. «Но после тебя этот сгусток похоти утащил в шатёр тёмную, где он провёл времени больше, чем с тобой». «Шо... что? С тёмной? Больше, чем со мной?» — воскликнула гномка поражённо. «Ну, ты отрубилась?» — протянул я неловко. «Боги, какая же я слабачка! Мне предстоит ещё многому научиться. Прости, что я такая неуклюжая и неопытная». Оф, я про себя смахнул выступивший пот. «Хорошо, что с Шантри нет таких проблем, как с эльфийкой, за что я обожаю милкую. От двух карамелек в пати у меня бы точно задница слиплась. Поэтому мне надо чаще тренироваться». Сжало кулак Шантри решительно. «В следующий раз я продержусь намного дольше». «Нет, похоже, я рано обрадовался». «Эд, смотри!» — показала гномка палец, на котором красовалось знакомое мне кольцо партнёра. «Правда, красивое?» «У тебя тоже квест висел?» — удивился я. «Да! Теперь я карамели ни в чём не уступаю!» Мы сразу принялись тестировать обновку. Мне второе кольцо не дали, однако я мог переключаться теперь между двумя партнёршами, приблизительно ощущая их местоположение. Каждый владелец кольца всё так же мог отправить лишь одно сообщение в сутки. Я мог выбрать, кому из них двоих отправить. Девушки же могли написать астральное письмо только мне. Хорошо, что разработчики позаботились о данном нюансе, учли, в числе прочего, и полигамные отношения. Кара посвятила гномку во все подробности насчёт тёмной. К счастью, Шантри не стала долго протестовать насчёт моего решения. Спустя какое-то время из шатра выплыла танша, зевая. Видок у неё был немного разбитый, боевой задор отсутствовал. Тёмная лениво уселась рядом с костром. Я почти не сомневался, что третья моя любовница не получила своё кольцо партнёра, ведь для получения задания требовалось искреннее желание. Но у тёмной уверен, всё ещё впереди. Шантри хоть и бросала на неё ревнивые взгляды, но наложила ей похлёбки из котелка и передала миску. Спасибо. Ренаспир принялась неспешно насыщаться, пребывая в некоторой задумчивости. Итак, дабы подвести некоторый итог, взял я слово. Танша Ренаспир становится частью боевого гарема, поэтому просьба относиться к ней как к новому ч... То есть, новым сиськам нашей команды. Старожилки пробурчали нечто нейтрально-поздравительное. Я, в принципе, и не ожидал, что они будут пылать энтузиазмом. Благодарю, что решили довериться. Кивнула тёмная с достоинством. Пока я отсутствовала, было что-нибудь интересное? Ну, можно и так сказать, хмыкнул я. Надеюсь, вы ни с кем не успели повздорить, пока меня не было. Насторожилась эльфийка. Я скорчил неопределённую гримасу. Что? С кем вы на этот раз подсапались? Вопросила она уже более серьёзным тоном. Немного с гильдией рабовладельцев. Тёмная вздохнула. Вас и на несколько дней оставить нельзя. Что вы натворили? Ничего мы не творили. Просто один квест карамельки делали. Буркнул я. Что именно? Сама должна была уведомление получить. Несколько секунд танша, не понимающий, хлопала глазками, которые после осознания округлились, став размером с блюдца. То есть вы? Пятнадцатый уровень? Только не говорите... Ага. Вот. Можешь мой статус посмотреть. Включил я специальную ачивку за прохождение данжа, дабы похвастаться. Разрушитель алого сердца. Подожди. Мне надо время, чтобы уложить всё это в голове. Со стеклянными глазами Тёмная продолжила насыщаться, о чём-то усиленно размышляя. Мы же коротко пересказали наши приключения в дождливой обители. Ава, Ава. Да уж. Клан Инлускан явно не обрадовался новостям. Протянула она. Впрочем, ваш статус паломников может прикрыть вас от их мести. Как-никак, Жёлтые уже уничтожали одно из сердец ранее. К слову, какой у вас статус в Ордене? Адепты паломников. Адепты? Все трое? Похоже, я слишком мало о вас знаю. Ты тоже не спешишь раскрывать все свои секреты. Хо-хо! Твоя правда. Как вы умудрились открыть вход? Благодаря моему божественному навыку, о котором ты так и не дала мне рассказать. И что же делает твой божественный навык? Увеличивает урон. Понятно. Протянула она беспечно. Получили что-нибудь интересное за прохождение крипты? Крипты? Переспросил я. Так называют особые руины. Еще их называют королевскими. Крипты встречаются на этажах, начиная с двадцатого. Храм дождливой обители на пятнадцатом являлся исключением. Ясно. Кроме обычного хабара, по сути, только одно яичко получили. Вот. Я достал предмет из кольца. Эпического ранга? Более чем достойная награда. Тогда, может быть... Темная оборвала свое предложение на полусловие. Не важно. Решение принимать тебе. Я прекрасно понимал, что она хотела попросить. Поскольку и сам рассчитывал повелевать призывным питомцем. Однако текущие обстоятельства указывали, что у меня это получится явно не скоро. Тут и навык нужен, да и кольцо минимум редкого ранга с пониженными требованиями к ловкости. Лови. Бросил я и кольцо приручателя. Надеюсь, тебе не надо объесть... Да говорить я не успел, поскольку темная радостно сжала меня в объятиях, притянув мое лицо к своей крупной пружинистой груди. Конечно. Я не подведу, Эд. Вот увидишь. Время покажет. Нехотя я отстранился от лиловых холмов, после чего уточнил. Что требуется для вылупления? Брось в костер. Уверена? Уверена. Не сгорит и не сварится точно. Яйцу питомца нужен сильный жар. Может пройти как один день, так и неделя перед вылуплением. Я положил яйцо рядом с углями, принявшись наблюдать за тем, как его оболочка медленно раскаляется в месте соприкосновения с язычками пламени. Время было еще не совсем позднее, поэтому мы вскоре свернули лагерь и отправились на фарм. Было немного жаль тратить прочность Камня Пробуждения, пока мои проценты не до конца восстановились, но я решил не ждать. Темная со скепсисом поглядела на то, как мы расправляемся с Красными Кобальдами. Так на сколько твой навык повышает урон? На пять единиц? Да говорю же, я не в форме. Мне надо время, чтобы восстановить бонус. Как скажешь. Ты не будешь нам помогать? Иначе опыта за пробуждение тебе не достанется. Лучше я не буду пока вмешиваться, чтобы вы не получили штраф из-за моего уровня. Не думаю, что он будет таким уж зверским. Я подожду, покачала Танша головой. Если то, что ты говорил о получаемом опыте, правда, то вы дней за десять доберетесь до семнадцатого уровня развития. Десять дней? Слишком долго. Обычным способом на семнадцатом этаже вам бы пришлось не один месяц охотиться. Так что все относительно. За вечер удача нам улыбнулась лишь единожды. Заранее подготовленная веревка с жердью помогли нам доставить брыкающегося пробудившегося Кобальда к башне. Возможно, такой теплый прием, первое, что они видели после своего рождения, оставлял у незадачливых крысолисов навсегда глубокую психологическую травму. Но всем было по большей части плевать. Даже Гинукозор говорил, что у Кобальдов это стало своеобразным ритуалом крещения в их новой жизни. Нам, троим, уже данная ситуация была привычна. Мы давно бросили попытки в чем-то убедить монстров, только обретших разум. Действовали и сноровисто, и без лишних разговоров. Что немного удивило и в какой-то степени позабавило Риноспир. Открыто она своего возмущения не высказывала, однако было заметно, что, как и большинству людей, воспитанных в рамках враждебности к монстрам, мохнатые Кобальды вызывали у нее лишний приязнь. На следующий день нашей необычной охоты мы с Карой получили повышение, хотя Светлая обгоняла меня на несколько десятков тысяч опыта. К вечеру я стал замечать на себе задумчивые взгляды Танши, поскольку мой бонус частично восстановился. Утром после ночевки мы привычно покинули башню и направились искать ближайшую партию монстров. Темная внимательно наблюдала за схваткой со стороны, в том числе следила и за здоровьем монстров, сокращающимся от моих атак быстрее, чем следовало бы. «Ладно», — подняла руки Танша, будто бы признавая поражение. «Я верю, что у тебя есть навык на дополнительный урон. Процентный или в абсолютных значениях?» «Процентный», — ухмыльнулся я. «Причем прибавка идет не к базовому значению атаки, а к финальному урону». Темная приоткрыла свой бежевый ротик в удивлении и вопросила громко. «Сколько?» «Я думал, тебе неинтересно?» Протянул я, решив немного поиздеваться. «Говори, сколько! Мне интересно!» «Вдвое!» «Сто процентов!» — выдал я. Глаза Темной остекленели. Танша нахмурилась, о чем-то глубоко задумавшись. Мне даже интересно стало, в какой степи витают ее грязные темно-эльфийские мыслишки. Затем Танша просияла. Ее лицо исказила хищная улыбка, от которой даже мне стало немного не по себе. «Все-таки мне выпала, наконец, победная фишка. Одноухий хрыч!» Протянула она непонятное. А затем Темная расхохоталась. Думаю, никому, кто слышал этот смех, не хотелось бы становиться врагом его владельца. «Чему ты так радуешься?» — буркнула карамелька. «Два мага могут наносить тот же само урон». «Вы две тупые кабальдихи!» — произнесла Темная с ухмылкой. «Что? Ты сама далеко не светоч интеллекта!» — огрызнулась Кара. Танша не обратила на ее слова внимания, так и не отводя от меня оценивающего взгляда. Вдруг девушка совершила рывок и повисла у меня на шее, что выглядело со стороны немного нелепо, если учесть выдающийся рост дроу. «Эт, я еще не говорила, что обожаю тебя». «Ты странно себя ведешь», — заметил я подозрительно. «Чем тебя так обрадовали новости про мой навык?» «Поймешь потом». Прикрыв глаза, Танша накрыла мои губы своими, вцепившись яростной хваткой. «Нельзя! Ты что творишь?» — воскликнула гномка и полезла нас разнимать. Хотя я и сам уже оттолкнул Темную, разорвав объятья. «Послушай, лучше пока обойтись без поцелуев и ласк. Всего, что может меня возбудить. Ты же помнишь, я говорила о моем проклятии». «Да?» — склонила она голову на бок в непонимании. «В случае потери целомудрия мой бонус на урон снижается вплоть до нуля. Особенно после секса. Такой вот штраф у моего навыка». «Не может быть! Как долго он восстанавливается?» «Около трех дней», — прикинул я. «Три дня!» — Темная отошла подальше от меня и осмотрела оценивающе. «В таком случае тебе надо заниматься сексом не чаще одного раза в месяц», — выдала она с каменным лицом. «Чего?» «В кои-то веки я с тобой согласна», — произнесла Карамелька решительно. «Я сразу предлагала нечто подобное. Но он совершенно не умеет держать себя в узде». «Тогда это может стать проблемой», — протянула Риноспир. «Хоть я и не в восторге от одной мысли, но, похоже, нам с тобой придется согласовывать свои действия, Светлая». Карамелька серьезно кивнула. «Чего опять началось-то?» «Эльфийки каким-то образом нашли общий язык друг с другом, принявшись обсуждать вопросы моего полового воздержания для максимально эффективного использования бонуса на урон, словно я и не имел права голоса». Неожиданно Шантри подкралась и крепко обхватила меня сбоку. «Можете ждать своей очереди хоть целый месяц, помешанные», — выдала Гномка, обращаясь к ушастым. «Но я всегда готова исполнить любые желания Эда, когда он сам того захочет». Танша осмерила ее недовольным взглядом и цыкнула. «Похоже, в наших рядах затесались предатели». «Ты права», — заметила Кара. «Если не удастся перетянуть Шантри на нашу сторону, то все сроки пойдут на смарку». «Бе-е-е-е!», — показала им язык Гномка. «Ты определенно заслуживаешь поощрения, моя малышка». Потрепал я ее по голове, выражая признательность. Кризис миновал. Продолжение следует...